В студии столицы Нижней Кирилл Карташев, руководитель молодежно-избирательного штаба. Кирилл, приветствую. Приветствую, Алексей. Кирилл, ты один из наиболее активных членов молодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода. В твоем случае политика начинается с реальных дел, ну, собственно, как деятельность всей молодежной палаты. Вот расскажи о направлениях, чем вы занимаетесь, может быть, какие-то конкретные примеры приведешь. У нас два основных направления выбраны. Это социальные проекты и нормотворчество. То есть, больше упор, конечно, мы делаем на социальные проекты. Из более ярких таких, я вот всегда о них говорю, это наш проект-агенты, где мы боремся с незаконной продажей алкоголя, как несовершеннолетней, как в ночное время. В 2014 году активно боролись с незаконными игорными точками. К сожалению, у нас Нижний Новгород был один из процветающих регионов по России в этом плане, что казино они были просто везде. Удалось как-то маленько? Да, да. Мы заставляли просто правоохранительных органов обращать на них внимание. Чуть ли не за ручку приводили, показывали. Было тяжело, работала внутренняя служба охраны, были у нас ведраки со стороны наших активистов и, соответственно, этой охраны. У руководителя проекта по итогу вообще сожгли машину у нас даже. Но на федеральном уровне наши организации, молодой гвардии, мы могли добиться, что с 1 января 2015 года за это теперь уголовное наказание. И сейчас такие точки, конечно, не исключаю, что они есть, но их стало в разы меньше, и теперь первый этаж они не блескают звездочками и как-то не заманивают просто игроманов. А с алкоголем? С алкоголем за 2015 год, на самом деле, статистика, о которой нам не стыдно говорить, это более 35 миллионов мы принесли в бюджет за счет штрафов. Вот это да! Такие вот большие цифры. Если выделять по Нижнему Новгороду, по районам, то это активно Нижегородский район и, как всегда, это, к сожалению, Автозаводский район. Знаю, что вы принимали участие в акции «Турник в каждый двор», расскажи про это. Да, есть у нас также спортивное направление. Сначала мы начали, инициировали проект «Город и спорт», где с ребятами мониторили спортивные площадки в городе. У нас их достаточно много таких объектов, но, к сожалению, они все в плохом состоянии. А еще, когда мы начали копаться, оказывается, что городская дума, администрация, вот если мы брать с 2010 по 2015 год, да, прошлый созыв, то выделял на это средства. И когда мы начали смотреть, что средства, они нерасходные. И вместе с депутатами мы проводили такой мониторинг, докладывали депутатам. После этой активной работы городская дума инициировала проект «Турник в каждый двор», где мы с ребятами уже выходили во дворы, спрашивали, проводили мониторинг и говорили, убеждали жителей даже иногда, что именно в этом дворе нам нужен этот турник. И вместе, соответственно, с депутатами реализовывали и устанавливали. Сейчас уже во многих дворах можно замечать, что такие новые турники стоят. А еще самое лучшее, что они стоят не просто там для ковров и выбивания, да, а на них реально крутятся спортсмены. Это хорошо. Скажи, а сколько ребят в молодежной палате? Нас 46 человек сейчас в новом созыве. И увеличили мы состав и скажу, что это достаточно результативно. Насколько тяжело вовлечь ребят в такую работу? И я же полагаю, что это все, как обычно, не оплачивается. Это все такое просто на энтузиазме, что называется. Да, это на энтузиазме. Я вот с 2010 года, всегда говорю, что я в молодежной политике пришел, пришел с позитивных мероприятий. И сейчас уже рост есть. Достаточно больше молодых людей хотят работать, хотят реализовывать какие-либо проекты. А еще лучше там уже приходят с готовыми идеями и просто там говорят, ну помогите нам. Мы как представители молодежи, лишь нежного как молодежная палата, да, мы считаем, что такой молодежный корпус депутатов и должны там помогать реализоваться. На самом деле намного все больше. И сейчас очень хорошо, что идет такой тренд по всей России, это спорт. И как раз вот общественная деятельность идет, вот это волонтерство, что там актуально сейчас в 2018 году будет, как это было в Казани, в Уверсиаде. Ну да. Поэтому сейчас в этом плане намного легче и больше людей потягиваются. Отлично. Сейчас предлагаю прерваться буквально на несколько минут для того, чтобы посмотреть, как ведется строительство нового жилого комплекса «Аквамарин». Самым престижным жильем практически во всех городах мира считаются квартиры у воды. Недвижимость с видом на реку крайне востребована и дорога. Например, в Лондоне дома на берегу Темзы стоят на 30% дороже своих аналогов и позволить купить себе такое жилье может не каждый. А вот у нас в России все по-другому. И престижная квартира с прекраснейшим видом на Аку и Дятловы горы доступна каждому. Мы находимся на строительной площадке одного из восьми домов нового жилого комплекса всего в 500 метрах от реки Аки. Здесь уже готов фундамент и подвальное помещение. Началось возведение первого этажа. А в течение следующих полутора лет ввысь взметнутся 25 этажей, на каждом из которых будет по 7 светлых и уютных квартир. Темпы строительства достаточно высоки, но с наступлением теплой погоды работы будут вестись еще быстрее. На сегодняшний день идет строительство двух домов, подготовлены площадки для строительства еще трех домов. В целом на 2016 год планируется начать строительство всех восьми домов данного микрорайона. Возведение жилого комплекса идет точно по графику. И причин тому две. Хорошая организация строительных работ и ответственность застройщика перед людьми, которые уже приобрели квартиры в новых домах. А это, к слову, уже около 200 нижегородских семей. Такой высокий спрос на еще строящееся жилье объясняется очень просто. Местонахождение микрорайона рядом с площадью Комсомольской и доступная цена. Так, стоимость двухкомнатной квартиры площадью 57 квадратных метров начинается от 3 миллионов 175 тысяч рублей. Это дешевле, чем аналогичная квартира в том же районе, но меньшей площади и на вторичном рынке. И даже если в наличии нет всей суммы, возможность приобрести перспективное жилье существует. Данный жилой комплекс аккредитован в ведущих банках, которые являются партнерами нашей компании более семи лет. И практически со всеми банками-партнерами ведется сотрудничество по программе «Ипотека с господдержкой». Процентная ставка по ней снижена, и кредит предоставляется от 11% годовых. Насколько выгодна ипотека с господдержкой по сравнению со стандартными условиями жилищного кредита на вторичный рынок, можно легко посчитать на примере вышеупомянутой двухкомнатной квартиры площадью 57 квадратных метров. При стоимости квартиры около 3 миллионов рублей, первоначальным взносом в 50% и сроком кредитования в 15 лет, ежемесячные выплаты за квартиру по льготной ставке составят около 16 тысяч рублей. По стандартным программам кредитования выплаты составили порядка 20 тысяч рублей. Выгода очевидна, и посчитали ее уже многие. Ипотека на сегодняшний день самый доступный инструмент, чтобы купить квартиру. Сейчас не каждый человек готов купить за полную стоимость, и сниженная ставка для меня это большой плюс. Как бы, может быть, я бы смогла купить однокомнатную квартиру, а так как хорошая ставка, я беру, конечно, трехкомнатную квартиру, потому что у меня ребенок, семья. Ипотечный кредит можно оформить непосредственно в офисе продаж жилого комплекса, где находятся представители всех банков-партнеров. Это поможет сэкономить время и выбрать действительно выгодное предложение. Покупку квартиры в этом жилом комплексе можно сравнить с заблаговременным приобретением путевки на море. То есть, покупая раньше, вы платите меньше, но в то же время уверены в том, что через полгода хорошо отдохнете. Так же и здесь. Приобретая квартиру еще на этапе строительства, да еще с возможностью получения льготной ипотеки, вы существенно экономите по сравнению с покупкой той же самой квартиры, но уже в готовом доме. Ну а то, что ваше жилье будет достроено, сомневаться не приходится. И гарантия тому – репутация застройщика и наша работа. Ведь жилой комплекс «Акломарин» строится под пристальным наблюдением всего города. Вы организовали молодежный избирательный штаб. Для чего? Какие силы туда входят? Ну, у нас сейчас уже в том году в Нижегородской области Нижнегород стартовал новополитический сезон. В прошлом году городская компания была Нижнегорода, и было очень много молодых кандидатов, было очень много ребят-наблюдателей, ребят много в штабах работали у кандидатов. Ты сам избирался в конце концов. Да, сам избирался я, и у меня друзья тоже избирались. И сейчас мы понимаем, что это такой момент, когда вот уже первая возможность, и дай бог, чтобы она была успешной, когда из молодежной политики и взрослой можно перескочить. И много ребят у нас заявилось как кандидаты в Государственную думу, которая активно принимает участие в дебатах, в законодательные собрания по Сене-Нижегородской области. И мы понимаем, что судя по опыту моему избранию в прошлом году и моих коллег, что тяжело молодым кандидатам идти в одиночку. И вот была такая идея создана, что инициировать, объединиться всеми общественной организацией, всеми молодежи и просто оказывать поддержку друг другу. В рамках штаба мы в первый момент не убиваемся из повестки партии. Мы будем со своей стороны делать сбор предложений от жителей, которые пойдут в программу партии «Единая Россия». Это раз. Второй момент. Мы будем делать свои альтернативные дебаты молодежные, чтобы молодых кандидатов уже накачивать. Потому что понимать, что к населению выйти на самом деле непросто. Я в том году, когда выходил, я понимал, что я входил не будучи ни чиновником, ни депутатом, а просто кандидат. И я отвечал за всю городскую власть. Ну и, конечно же, мы будем создавать, первый раз мы отработаем это на праймерс, и в сентябре мы более уже подготовлено пройдем. Это большой корпус наблюдателей. Я считаю преимущество в том, что мы как наблюдатели это можем сразу же выкладывать в соцсети, чтобы больше людей это увидят. Сразу же выкладывать протоколы. То есть будет создана некая площадка информационная? Да, создана некая площадка информационная, куда люди могут зайти, и они будут получать уже чуть ли не живую информацию. Могут это получать в своих твиттерах, инстаграмах, вконтакте. То, что происходит сейчас на участках нарушения. То есть это не будет, как обычно, делать жалобы, пока еще дойдет куда-то и так далее. А сразу же это будет народ, чтобы люди это видели, знали. И уже на самом деле здесь тяжело будет идти как-то против массы, когда люди знают. Если люди уже увидели протокол, это наблюдатели официальные, то потом уже там вряд ли как-то поменяют. Отлично. Ты сам пойдешь на выборы этой осенью? Да. Куда? Я заявился в праймере в законодательном собрании по автозаводскому району в списке второй группе. И принимаю участие в Государственном доме, это тоже автозаводский район, домандатный округ, и, соответственно, в списке в общем стою. Кирилл, успехов. Спасибо большое за участие в интервью. Спасибо большое, Алексей. Спасибо.